Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпятом или же Александр, и сегодня мы вместе с вами будем управлять поездами в VR, ведь игра называется D-Rail Wallet VR, и если вам понравится этот видос, или вы захотите меня поддержать, вы можете это сделать с помощью лайков. Ну а этот, друзья, наш самый первый локомотив. Да, выглядит он невзрачно, но со временем поезда можно будет прокачивать, покупать новые и так далее. Я более или менее научился им управлять, в принципе, вроде как ничего сложного. Прицепил к нему вот этот огромный пустой вагон, который, наверное, мы сейчас как раз-таки загрузим каким-нибудь товаром, ну а потом поедем по миру и где-нибудь этот товар продадим. Не знаю, это будет уголь, может быть железо, еще что-то. Крепится, кстати, он весьма необычно. Я бы не понял, если бы мне не объяснили, как это происходит. Ну ладно, давайте запрыгивать в кабину. Как вы видите, она, ну, уже кое-что повидала. Я случайно врезался в стену. Ну бывает, друзья, поэтому окна выбило. Хотя скорость была небольшой, там стоят отбойники. Короче, нормально обошлось. Что ж, я перевел стрелки, так можно сказать, конец обучения. И давайте заведем наш агрегат. Сперва нужно активировать все системы. Раз, два, три. Далее запустить двигатель. А-а-а, слышите, заработало, да? Здорово. Ммм, вентилятор пускай работает, чтобы дополнительное охлаждение для движка было. Поезд, наверное, дизельный, мне так кажется. Ну и что ж, давайте переднюю передачу и вперед. Разгоняться сильно желаний у меня нет. Будем потихонечку, полигонечку двигаться к цели намеченной. Что-то не хватает ему мощностей, чтобы поехать. Может быть, надо тормоз выключить? Так. Что-то странное происходит. А я наоборот тормоз включил, похоже. Так. Стоп, что-то все дымится, но он разгоняется. Наверное, так и должно быть. Подожди, подожди. Положение, положение тормоза. Написано, поездной тормоз и независимый. Включить-выключить. Это где? Где кнопка включить-выключить? Так, давайте-ка попробуем сделать так. Включим в кабине свет. Может быть, ненамного светлее стало. В общем-то, я не знаю. Друзья, а какая? Какое положение правильное? Черт. И так, и так оно искрит. Независимый, может, тормоз. В нем проблема. Ладно, я пока поставлю все как было. Тормозом я не научился пользоваться. Я просто не знаю. Даже когда тормоз включен, он все равно едет. Поэтому и быстро едет. Хотя, наверное, все-таки так лучше. Типа, тормозишь и вперед. Или наоборот, назад. Ладно, разберемся. Сейчас нам нужно отправиться в сервисный центр. Заехали мы, получается, вот тут. В НЕ, да? И далее нам нужно повернуть налево. Если я все правильно понял. Ну, надеюсь, стрелки и так переведены налево. Потому что, если мы поедем прямо, это будет транзит. То есть, через станцию. А нам нужно налево и до упора вон туда, в сервисный центр. Что ж, погнали, попробуем. Включена передняя передача. Сильно разгоняться я не буду. Можно потестить тормоза. Так, ну, вроде бы ничего не искрит. Значит, ну, тормоза бы в самом начале начали бы искрить. Правда ведь? По идее. Давайте поддадим еще газку маленько. По-моему, поезд уходит налево. Да. Так, начинается... Нет, искр нету. Все нормально. Все хорошо. Значит, так и должно быть. Все, ничего не трогаем. Хотя звук, конечно, не самый приятный. Вот это вот трение, вот это скольжение. Благо, я могу выпрыгивать из поезда прямо на ходу и его осматривать. Очень удобная, между прочим, функция. Без нее было бы в разы тяжелее. Кстати, газку можно подубавить, чтобы случайно не проехать нужную точку. Да я еду, еду, еду. Не переживай. Вон, вон, вон депо. Туда-то нам и нужно отправиться. Поезд, видимо, починят и отправят нас в длительное путешествие. Я не знаю, стрелка переведена? По-моему, переведена, и это плохо. А нет, не переведена. Я не умею еще понимать визуально, где переведенная стрелка, где нет. А вот то, что тормозить нужно, это я уже понимаю. Давайте не будем. Хотя там тоже стоят отбойники. Если мы разрежемся на скорости 2 км в час, ну или на 15, я не думаю, что что-то произойдет. Хотя 15 это уже довольно жестко. И, друзья, миссия выполнена. Хорошая работа. Эй, этот локомотив останется здесь на сервисе. Тебе, ну, тебе дадут другой. Иди и возьми новую работу. Что ж, погнали. Блин, а мне нравился этот локомотив. Я его немножко подушатал, но мы с ним как-то сроднились. Я уже к нему привык. Типа, классный был локомотив. Ну, прощай, малыш. Видать, мы с тобой еще когда-нибудь встретимся. Я накоплю на тебя денег. Ну, а мне что? Что? Меня в... Меня в... А зачем меня в будку сажать? А что, я в будке, что ли, не сидел никогда? Ну, допустим. Ну, мы можем переводить, типа, поезда с помощью этой штуки. Похоже, нам дадут новый локомотив. Смотрите. Стоп, я перестарался. Оно никак не фиксируется. Это проблема. Мне дадут один из этих локомотивов, да? Отлично. Переключил вроде бы. Зафиксировалось. Ну, и... Ну, он, в принципе, точно такой же, какой у меня был. То есть, ничего такого необычного. Он ведь на ходу. Тут трава, правда, выросла маленькая. Но я не думаю, что это большая проблема. Главное, чтобы он завелся. Да, смотрите. В нейтральном положении тормоза выключены. Или включены. Блин, я не понимаю. Ладно. Попробуем завести эту махину. Тихо, но работает. Работает. Да. Есть контакт. Передняя передача. И тут главное не перестараться. И аккуратно заехать именно на эту платформу. Блин, а я бы, может, этот выбрал. Но он длиннее. И управлять я им не умею. Ладно. Пока давайте с этим разбираться. Я еще тут с тормозами не освоился. Почти не едет. А если попробовать... По-моему, лучше так. Ладно. Аккуратно. Давай, давай, давай. Я смотрю, чтобы вовремя... Я думаю, достаточно. Я думаю, достаточно. Можно теперь... Да! Более чем достаточно. Я почему-то думал, что у меня локомотив будет длиннее. Боялся не доехать или переехать. Но в итоге... Прямо тютелька в тютельку. Идеально. Давай смотреть. Переводим обратно. Давай. Так, давай-давай-давай, поворачивайся, малыш Нас с тобой ждут великие дела Наверное, если я тебя не расшибу Все, зафиксировано Ну шо? Я готов запрыгивать в тебя Куда заведет нас путь? Нам туда нужно ехать, да? Вот в это здание, фантастически Тебе нужно сходить в офис Ну погнали, там, наверное, дадут работу Я все же проверю, как ведут себя колеса Искрят Ну-ка, а если тут переключить? А вот теперь не искрят Вот так тормоз отключен Я думаю Ой Ого А че было? Ух ты, елки-палки Такое может быть? Он сошел с рельс? Серьезно? Я не думал, что такое Короче, я теперь знаю Что вот в этом положении Тормоз выключен Потому что разогнался Он, конечно, будь здоров Да уж, ну Будет Я не знал, что он может сойти с рельс Серьезно Но будет мне урок на будущее Малыш А как тебя обратно-то засунуть? Интересно Он ездит теперь? Он заглох Двигатель греется Если сразу на Ну-ка Он не будет ехать без рельс Насколько я понимаю, да? А если попробовать задний ход Дать, интересно Заедет он обратно на рельсы? Включу вентилятор Движок, видно, греется Трудится Но колеса не крутятся при этом Смотрите, как кочегарит Но не работает Ладненько Давайте не будем его мучить Я уверен, какой-то способ есть Главное, что мы доехали практически до офиса И в офисе нам дадут задание, наверное Хы, здорово, я внутри Ха-ха Так, да, я в офисе Че? Так, мне сюда нужно, да? Опачки Деньги! Это мое Это я умею Деньги я люблю, да Тебе нужно оплатить, что ли? А че мне нужно? Физ? Лицензия? А пока ничего не нажимается Видимо, именно физ и нужно А где мои деньги? Как их достать? На, возьми мои деньги На, возьми мои деньги Ну, конфирм нажму Ага Выбери 085-й лот Я понял 15 тысяч А у меня всего 2100 И нажми конфирм Ну, я нажал Ааа Вставить нужно кошелек теперь Сюда? Конфирм за транзакшн Готово Готово Ну, вроде бы все сделал прикольно так что дальше нужно взять первую свою работу это она стоп а какая из них мы должны доставить вещь не заплатят 10 тысяч баксов из стальной мельницы в харбор таун нужна лицензия лонг айдивихар л.ш. блин чё если я знал как что где чё допустим я взял эту чё я взял кстати стил мил машин factory town 12 минут мне дает с сунь в жоп валидатор а надо наверное наверх вот сюда прикольно а вот сюда я понял мне эта работа не подходит у меня видимо лицензии подходящие нету ладно вот это простая работа машин factory town тоже это мы выбрасываем во ха ха ну взяли следую инструкциям погодь каким которые написаны тут так мы должны три вагона доставить машин factory town на платформу си 41 если я правильно понял короче мы берем на платформе b60 это где-то тут должно быть не доставляем на есть один маленький вопросик что делать с поездом хотелось бы понимать хотелось бы понимать ладно у меня есть один вариант как можно переставить его во а вы думали а вы думали я не справлюсь так платформа b60 ну давай мне аж прям настроение поднялось b60 знать бы где еще эта платформа но сейчас выйдем потом развернем наш локомотив и посмотрим так ничего не трогаем заводимся сразу на передаче ладно можно так помчались помчались двигатель завелся езжай что-то он не особо спешит ехать почему-то не понял почему не едешь а у меня нейтралка была включена что ли готова ну давай сейчас нейтралка вот сейчас передняя погнали во надо было с нейтрал очки я понял b60 чё там по искрам искрит снимаем с тормоза предполагаемого и начинаем тормозить потиху но он не искрит сейчас все хорошо саня на протяжении 10 часов пытается разобраться где тормоза где нет то потому что как понимать если нету обозначение никакого логики то тоже в машине нажал тормоз это тормоз а здесь куда блин непонятно так ладно едем дальше потихоньку давай 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 стой искрит да чтоб тебя может так вот по моему так и нужно так теперь нам нужно развернуть как-то поезд наш в принципе возможность такая имеется тормози не убегая от меня тормозим и еще до платформы b60 должны доехать похоже сейчас тормоза снята почему они в разные стороны так ладно нам понадобится рация кстати где она давай без рации ничего не будет рейл так нам бы теперь идея класс я в лесу теперь офигенно блин где поезд а где я пацаны я заблудился вон поезд и давай-ка сюда а как развернуть о можно другой стороной смотреть а почему так задом наперед же будет неудобно чтоб тебя садом наперед же ехать будет неудобно елки-палки надо разворачиваться но похоже так просто развернуться не выйдет ладно придется ехать задом тут уж не попишешь ничего где-то может быть развернемся помчались хотя мы в любом случае с той стороны будем цеплять груз поэтому как-то может быть получится развернуться потом не знаю так платформа b60 давай-ка тормози пойдем переведем стрелки сразу мне вот тут нужно перевести вот эту и ехать вперед там будет платформа b60 так давай я вообще не туда ехал хотя все правильно так куда смотреть вот но это же элементарно ладно я понял вот налево все а я туда не смотрел даже это же пипец беспредел как такое возможно так ладно все 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 я понял теперь мы точно доедем на платформы b60 вроде бы должны переключаем на заднюю и вперед даже полный перед нажал чтобы максимально уверенно соприкоснуться с этими вагонами все оказалось проще чем могло показаться вот так тут уже главное не перестараться аккуратно к ним подъехать максимально ровненько максимально плотненько по времени я уже конечно не успеваю но знаете в наше время главное что привезли это пандемия все дела все производство стоит если довезем эти вагоны уже будет хорошо так что давайте их забираем палеты какие-то деревянные ой ну бывает что сказать да 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 все будет нормально не переживай так нам теперь все это добро подключить надо давайте так с чего бы начать какую ну наверно вот так будем делать ухты серьезно это гонишь вот так и знал вот вот тебе пожалуйста вроде бы и врезался вроде бы еще и недостаточно ну давай двигатель заводись конечно все системы вырубились это видимо автоматы стоят специально чтобы короче защита дурака от меня в общем и целом аккуратно плавненько давай чё заглох да ты гонишь а чё ты заглох ты чё не ты чё не вздумай глохнуть газку давай 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 друзья я разобрался с этой проблемой оказывается поезд был слишком сильно поврежден и у него просто вышел из строя движок короче нужно быть аккуратнее теперь я это понял мне пришлось сбегать на станцию и оплатить ремонт стоило в принципе это не так уж и дорого но тем не менее ремонт завершён что ж теперь можно наконец-таки подъехать назад ура так задний ход и давай-ка немного слегка буквально назад вот совсем другое дело тише едешь дальше будешь идеально просто можно теперь движок заглушить так движок заглушен ну и теперь наш агрегат но недостаточно кстати но я попробую в принципе должно хватать хватать место чтобы это все должно быть достаточно узко да ладно прямо идеально оно должно соприкасаться ну раз ты такой движок ты мой то сейчас все будет заводим вот хотел быть максимально аккуратным а оказывается не нужно было быть настолько максимально аккуратным чутка давай если мы случайно немного толкнем эти вагоны я не думаю что что-то страшное произойдет вот-вот-вот-вот амортизация пошла достаточно они видите даже сплющились немного все глушим движок теперь-то уж точно вот должно хватить все точнее максимально плотно все не нужно чтобы чего-то хватало места должно быть наоборот мало и есть контакт друзья теперь мы должны соединить тормозные шланги самое неведомое для меня тормозные шланги соединены а вот электропроводку мы почему-то подключать не будем видимо там нет никаких опознавательных знаков и прочего даже посмотрю ну типа какие-нибудь фары да это видимо не обязательно но взяли мы эти палеты кстати я бы хотел все таки проверить это то что нам нужно или не то что нам нужно где кстати то что я вот оно заказ си фи фи семьсот сорок три да это то что нужно так далее мы должны это получается доставить на машинную фабрику только я не знаю как удобнее конечно будет отсюда доехать на машинную фабрику типа ехать прямо туда а так не получится потому что там проход в принципе не так уж и закрыт мы ехать не очень удобно как развернуть поезд на 5 на той платформе но она недостаточно большая для разворота здесь как-то получится развернуться до вряд ли короче придется ехать вагонами вперед а потом уже будем искать решение этой проблемы что ж поезд так мне нужна карта машинфакторе где еще она находится стил крю машинфакторе фудфакторе майнфакторе айронмайн харбор машинфакторе это получается мы до а мы можем круг сделать вот так проедем вот так и вот так вот попадем на машинфакторе а потом сюда повернем жесть отсюда попробую еще выехать ужас какой надеюсь указатели какие-нибудь будут потому что иначе фиг его знает ладно поехали я в принципе вижу что передо мной происходит поэтому можно мчаться заводимся ес контакт есть но это конечно какое-то безумие так ездить но лучше уж так чем вообще никак не трогается с места до мощности не хватает а если на максимум выкрутить вообще мощности не хватает ну-ка я понял где моя проблема тихо я тормоза не подключил видимо тут нужно открытие клапана вот тут давай телепортируйся пожалуйста мужик вот тут нужно клапана открыть вот так вот теперь должен быть контакт вот теперь она должна работать по идее давай брейк-пайп это давление тормозов сейчас его вообще нет она падает так и должно быть стопа у меня точно задняя передача точная это песок написано а значит наверное типа сыпется песок на под колеса чтобы было проще стартовать наверное хотя тормоза что-то у нас перегружены ну мы хотя бы едем когда я нажал кнопку песок мы поехали это уже достижение и мы разгоняемся значит тормоза выключены в таком положении а ну ка если нажать давление падает тормозов и мы тормозить начинаем снова другое положение давай давай переставай тормозить и поднимайся вверх да так и тормоза отключены наконец таки стало понятно а вот с этой штукой независимые тормоза опять мы их включили вот так выключена движок заглох температура перегрелся движок со всеми этими тормозами со всеми этими вагонами едем задним ходом похоже придется делать кругля потому что иначе я просто не доеду тут это единственный вариант хоть как-то добраться но придется подождать пока двигатель остынет но с тормозами вроде разобрался короче это независимые тормоза и я подозреваю что это тормоза отвечающие за оно оторвалось чё за ага ну предположим предположим оно оторвалось почему может это вообще моя проблема была так отключаем песок я похоже понял где моя проблема была мы еще раз попробуем давай задний ход ну и почему ты не едешь а точно давай аккуратненько аккуратненько медленно 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 но это было не очень быстро это было не очень быстро да вроде бы не очень быстро но ладно друзья на этом мы с вами пожалуй пока остановимся ох уж эти поезда видосик странный но надо разобраться надо разобраться со всем этим боюсь я уже по поезду прикасаться я не могу понять ну ладно большое спасибо за внимание за просмотр до новых встреч удачи пока счастья вам друзья пока пока давай